Продолжение следует... Вторая программа называется финансовый аналитик. Это то, что на английском языке называется AdCampus. То есть это очная программа. Хотя на самом деле с точки зрения диплома все эти программы предоставляют одинаковый диплом, где сказано, что ваше обучение было дневное и вы проходили обучение в очном формате. Ну, давайте я представлю, наверное, начну с себя. Я Василий Солодков, Василий Михайлович. Я директор Банковского института Вольшей школы экономики. Руковожу тремя программами в институте. Сам я кандидат экономических наук. Закончил Горольскую школу бизнеса. Был фолбрайтовским профессором. И в течение практически 15 лет заведовал кафедрой банковского дела в Высшей школе экономики. А сейчас вот сконцентрировался на своей работе в банковском институте. Менеджер программы – это Ульяна Одинцова. Она организует работу с точки зрения всего документа оборота, распределения заданий, сбора заданий. Ну и контактирует с вами по всем вопросам, которые возникают так или иначе в ходе обучения. Сегодня перед вами выступит наш очаровательный преподаватель Елена Димова Елена Анатольевна, которая не только недаток экономических наук, но она еще и MBA. Плюс к этому она имеет колоссальный опыт работы международных компаний, в частности. Она долгие годы на руководящей работе работала в Рейтер. И также к нам присоединится сегодня Фатима Эльдарова, которая закончила нашу программу. И сейчас она работает в качестве ведущего экономиста в одном из ведущих работодателей, которые существуют на российском финансовом рынке – это в Центральном банке Российской Федерации. В двух словах об Банковском институте. Мы – это структурное подразделение на правах факультета. У нас есть разные программы. Мы по только длинным программам подготовили свыше 600 тысяч выпускников. Мы 28 лет на образовательном рынке. И долгие годы работаем с разными компаниями, включая Центральный банк Российской Федерации. Когда мы с вами говорим о будущем финансово-аналитика, что он может вам дать дополнительно к вашему карьерному росту, надо сказать, что, в принципе, это профессия будущего. Почему? Мы с вами знаем, что сейчас активно используется искусственный интеллект. Пока у искусственного интеллекта есть одна очень сильная проблема – он не в состоянии хорошо считать. Наши студенты могут писать лучше, чем искусственный интеллект. При этом они считают на уровне, скажем так, хороших программистов. И вот процесс, собственно говоря, финансового анализа его очень сложно каким-то образом формализовать, ввести какие-то алгоритмы, чтобы можно было целиком отдать его на откуп искусственному интеллекту. Здесь слишком много переменных. Эти переменные меняются постоянными местами. Поэтому всегда очень важен взгляд человека, взгляд специалиста на те или иные проблемы. О наших программах. Вы знаете, что по финансовым есть разные программы. Есть программы, которые специализируются на том, что происходит в России. Есть программы, которые специализируются на каких-то вещах, которые происходят в тех или иных странах. А мы специализируемся на силу бы с института CFA. Для тех, кто не знает, это институт, который создает стандарт в области финансового анализа. И этот стандарт, он общепризнан в мире. И что важно, этот стандарт, он рождается не с чьей-то главы, а он рождается на базе ежегодного опроса, который сотрудники CFA проводят среди ведущих работодателей мира. И на базе этого изменяют, собственно говоря, структуру курса. А мы в структуре курса следуем. И тоже в соответствии с теми изменениями, которые происходят в институте CFA, ее меняем. Сейчас вы знаете, что в силу объективных причин института CFA он официально покинул Россию, но тем не менее. А. Наши программы благополучно прошли, а уйдет в июне 2022 года. Второе. То, что наши выпускники продолжают пользоваться преимуществами обучения на программах, и они сдают CFA сейчас вне территории Российской Федерации. Плюс к этому, сейчас, понимаете, произошла очень интересная вещь. Вот если до ухода института CFA, когда экзамен можно было сдавать в России, у нас есть дополнительный курс, это подготовка к CFA Level 1. У нас в среднем поступало около 30 человек. То сейчас мы вынуждены открыть, были помимо обычного осеннего еще, и зимний набор февральский. И сейчас у нас суммарно учатся где-то порядка, наверное, 120 человек. То есть, грубо говоря, спрос-спрос вырос в три раза. Почему, наверное, думайте сами. Еще одно очень важное преимущество – это наше долгосрочное партнерское отражение с компанией Комплан Швейзер, которая, как вы знаете, готовит учебники для сдачи экзаменов CFA. И вот все те, кто учатся на наших программах, они могут получать скидку для приобретения Комплан Швейзера, учебников, до 60%. Это очень важно. Наш партнер. Партнеров у нас много. Ну, во-первых, это Ассоциация CFA России, Комплан Швейзер, о котором я уже сказал. Это Центральный банк Российской Федерации, Сбербанк, консалтинговые компании, аудиторские компании, инвестиционные компании, инвестфонды, рейтинговые агентства. Их преподаватели в той или иной форме, они участвуют в учебном процессе. Ну и плюс к этому, так или иначе, наши выпускники попадают, в том числе и к ним работать. Какие перспективы? Вы знаете, что в настоящий момент, наверное, к счастью, распределения выпускников не существует. Но, честно говоря, я вот это перспективно смотрю, и я с трудом вспоминаю, что у кого-то из наших выпускников были какие-то серьезные трудности, связанные с трудоустройством. Как правило, все они в ходе обучения работают, и, как правило, в ходе обучения все они меняют место работы. И это связано в том числе с тем характером обучения, в рамках которого они участвуют. При программе действует клуб выпускников, где мы постоянно размещаем получаемое от наших партнеров либо от самих членов клуба выпускников самые различные объявления, связанные с поиском работы, с рекрутментом, с проведением каких-то интересных мероприятий. То есть вы всегда оказываетесь в центре вот такой серьезной социальной жизни. При высшей школе экономики работает университетская библиотека. Она существует как и в физическом виде на Покровке, на Покровском бульваре. Также она и существует в электронной форме. Очень просто в нее записаться. Вам предоставляют логин и пароль. И дальше вы из любой точки планеты можете получать доступ ко всем ресурсам библиотеки высшей школы экономики. Эта библиотека, в принципе, могу сказать, что на уровне хорошего американского вуза. Теперь, что касается программ. Значит, продолжительность обеих программ два года. Но, как я уже говорил, разный формат обучения. Если мы с вами берем программу финансы, то здесь у нас с вами обучение онлайновое. Онлайновое обучение имеет свои большие преимущества, связанные с тем, что вы можете в любой момент открыть предзаписанные лекции, предзаписанные занятия, посмотреть, изучить. И единственное, что для вас фиксировано это время вебинара, это встреча с преподавателем. С другой стороны, когда мы с вами поговорим о программах, которые идут в бочной форме, в бочной форме, как правило, это занятие у нас с вами происходит вечером, то есть, начиная с половины седьмого до половины десятого вечера, и плюс иногда захватываются субботы, то здесь большое преимущество это социализация. Что для вас важнее, наверное, каждый должен отвечать на этот вопрос сам для себя. Но, тем не менее, мы предоставляем и ту, и другую опцию. Что еще важно? Обе программы, они целиком на английском, то есть, начиная от лекций преподавателя, ваших выступлений на семинарах, ваших каких-то работ, которые вы пишете, всего административного документа, оборот, это все идет на английском языке. Почему так? То, что язык финансов, он английский, никакого другого языка не придумано. Нет ни китайского, ни русского, ничего. Международный язык финансов, это английский язык. Когда институт CFA предлагал в Китае перевести экзамены CFA на китайский язык, они китайцы, у которых, как вы знаете, проблемы с английским достаточно серьезные, мне дружно ответили, нет. Мы будем сдавать на английском, потому что мы часть мирового сообщества. Так что, все будет на английском языке. Программы, как я уже сказал, они достаточно похожи. Разные, немножечко стандарт, то есть формат, мы с вами говорили, что одна у нас с вами онлайн, вторая в кампусе. Вот, но они, но при этом, как правило, участвуют в преподавании одни и те же профессора. И мы стараемся для специализированных дисциплин, то есть там дисциплин, те, которые касаются финансов непосредственно, привлекать черт-холдеров CFA, то есть тех, кто имеет статус человека, который сдал все три экзамена CFA, как правило, эти люди, они находятся на ведущих позициях в тех компаниях, где они работают. Поэтому, кроме, собственно говоря, теоретических знаний, они приносят очень большой компонент – это практику работы с теми или иными финансовыми инструментами, с теми или иными законодательством. Вы знаете, что законодательства разные в разных странах. Это те люди, которые могут все это рассказать. Ну и плюс к этому, почему они участвуют в наших программах, тоже не секрет. Зачастую ровно по той причине, что они ищут себе сотрудников. И, как правило бывает, многие из наших выпускников в дальнейшем входят в компании, где работают наши экзамена. учебные учебные программы сейчас находится учебный план программы финансов. Учебный план обеих программ он сформирован каким образом? Во-первых, это силобус сейфа. Вы знаете, он состоит из 10 тем и мы видим, кто этот силобус читал, их, наверное, видят. Плюс есть российский стандарт магистратуры по финансам, куда включена макроэкономика, эконометрика и теория финансов. И плюс вот те курсы по выбору, которые мы считаем важными. И у вас есть выбор на каждом из годов обучения, на первом, на втором, выбрать ровно те курсы, которые вам более подходят. Здесь перед вами вот программа, как вы видите, это магистратура финансы. Финаналитик. Похоже. Разница в курсах по выбору. Вот. Но если вы вдруг хотите выбрать курс по выбору в какой-то соседней программе, я думаю, это возможный вариант, сложнее будет, если вы учитесь, если вы находитесь вне территории Российской Федерации, где-то далеко, и вдруг выбрали курс по выбору, который читается очно в нашем основном здании, допустим, на Мясницкой 20. Вот. Ну, я думаю, тем не менее, все вопросы можно решить постольку, поскольку мы, как правило, записываем занятия даже вот на программе финансовая аналитика, и вы всегда можете посмотреть запись этих занятий, если вдруг что-то забыли, и подготовиться там к какому-то рубежному контролю. Преподаватели. Цвет любой программы это наш преподаватель. Здесь вот видите нашу Лену Анатольевну, очаровательную, да, Лену Анатольевну. Вот. И кроме Лену Анатольевну вы видите достаточно здесь вот сколько у нас с вами раз, два, три чарт-холдеры сейфа. Это те люди, которые сдали все три уровня экзамена сейфа и готовы преподавать. Кроме этого, перед вами есть Александр Кудрин. Это главный стратег компании АТОН. В предыдущей жизни это главный экономист компании СИБ, Сбербанк, человек с колоссальным опытом, Максим Петроневич, главный экономист Банк Открытия и Александр Горшинин Газпромбанк. Также в программе вы видите еще преподаватели, которые имеют сертификаты СИФА, плюс Михаил Матовников, это помимо того, что он кандидат экономических наук и так же, как и я закончил Гарвардскую школу бизнеса по той же программе, он плюс ко всему еще является главным аналитиком Сбербанка. Вячеслав Мищенко, который долгие годы занимал руководящие позиции ВТБ в Сбере. Лидия Балышова, которая сейчас работает в Сбербанке СИБ, читает у нас курсы, связанные с деривативами, с этикой финансов. Преподаватели очень интересные, знающие, контактные и с ними очень приятно взаимодействовать. Как выглядит состав программ? Видите здесь, да? Мы попытались подтянуть некую такую статистику. Значит, гендерный состав у нас приблизительно равный. средний возраст на финансовом аналитике у нас 25, финансы чуть постарше туда, как правило, люди идут с большим опытом, которым тяжелее отрываться на ежедневную учебу или вот на, собственно говоря, те часы, которые происходят. Основной контингент это люди, имеющие образование финансов в экономике это 60%, но при этом у нас есть и гуманитарии в виде юристов, в виде профессиональных переводчиков, есть врачи, физики, химики, математики и так далее. Сразу могу сказать, что учиться могут люди и не имеющие профильного экономического или финансового образования. Единственное, что им будет несколько тяжелее. Почему? Потому что первое это вот как у них с математикой. Состав страновой видите самый разный. То есть у нас учатся студенты из России, из Китая, из Соединенных Штатов, Америки, Германии, Южной Кореи, Японии, Великобритании и так далее. И со всеми с ними мы работаем. Работаем, когда берем программу финанса в разных часовых поясах, если возникает на то необходимость. Когда у нас вебинар может происходить в два назначенных времени. Учитывая, что кто-то сидит в Соединенных Штатах Америки, а кто-то сидит в России, а кто-то сидит допустим в Южной Корее или Японии. Это все нужно объединить. Эти проблемы мы решаем. А теперь портфолио. Как нам поступить, собственно говоря? вы должны сдать не такой уж большой на самом деле объем документов. Первое. Вы должны прописать мотивационное письмо. Зачем и почему вы поступаете на эту программу. Второе. Вы должны сдать ваше резюме. Кто вы, что вы, чем вы занимались. кроме этого, мы с вами в обязательном порядке проходим интервью. Интервью нужно, во-первых, для того, чтобы с вами познакомиться. И вторая причина интервью. Мне необходимо понять, что у вас с английским языком. Потому что, если вы видите, у нас формальные требования по английскому, они убраны из портфолио. Но программа англоязычная, при этом надо понимать, насколько хорошо вы английским языком владеете. Дальше. Рекомендательные письма. Значит, не больше двух. В принципе, достаточно одного письма. Дальше, если есть, вы должны рассказать, что и как и чем вы занимались, в какой области и насколько это релевантно финансов. Вы должны показать, где и как вы повышали свою квалификацию, если такое было, какие олимпиады вы проходили, в каких кейсовых чемпионатах вы принимали участие. Если есть, вы можете указать ваши публикации, за это тоже вы можете получить 15 баллов. Ну и если у вас есть международные профессиональные сертификаты, мы имеем ввиду три из них, либо хотя бы один из данных экзаменов, то, пожалуйста, укажите, и это будет плюсом в ваш портфолио. Портфолио для обеих программ одинаковое. И с этой точки зрения, вы можете подаваться и на две программы сейчас, а дальше уже выбрать ровно ту, которую вам более понравится. Дальше что важно, что у нас есть различные конкурсы. Был конкурс кейсов, сейчас он уже прошел, те, кто на них подался, хорошо, сейчас будут и решения кейсов, которые они предлагают, будут рассматриваться. У нас продолжается еще мероприятие под названием Метапы, где наши участники встречаются с лидерами отрасли, слушают лекцию задают вопросы, затем пишут собственно говоря эссе на ту или иную тему, она оценивается и тоже добавляется в ваше портфолио. и также мы приветствуем, если вы каким-то образом заканчиваете курсы высшей школы экономики по количественным методам, по эконометике и по финансовому моделированию. Эти курсы есть в свободном доступе, к ним всегда можно будет зайти, презентацию вы это получите, по окончании вам и разошлёт вместе со всеми ссылками. Как подаваться, да? Здесь вот у вас дата, есть раннее приглашение, преимущество раннего приглашения то, что оно вам позволяет получить скидку, пожалуйста, имейте это ввиду дополнительно, эта скидка суммируется со всеми остальными скидками. После того, как вы подаетесь онлайн, вы смотрите статус в вашем личном кабинете. Ну и когда вы получаете, собственно говоря, оценку по портфолио и проходите интервью, вы можете подавать свои документы. скидки и цены. Цены утверждены, а скидки, скорее всего, будут такими. Значит, максимальную скидку это 25%, 50% мы даем победителю кейсов на программах финансов и финансов. политика. Далее у нас идут скидки 25%, это для золотых, господи, золотых, для красных дипломов и 10% для выпускников вышки. И плюс различные скидки для победителей олимпиад. и олимпиад 5%, это вне зависимости от чего, это скидка, которая, собственно говоря, суммируется со всеми другими остальными скидками. Еще раз, раннее приглашение это дата с 1 февраля по 15 мая. Имейте в виду, если вы хотите эту скидку 5% получить, то пожалуйста, подавайтесь. И у нас с вами состоится метап. Он состоится 21 марта, то есть у нас осталось совсем немного до него. И этот метап будет посвящен анализу рынка капиталов и рынку облигаций. Приходите, читать будет хатчеттуру валян, CF и MBA эксперт он. Тематика очень интересная. Наши контакты. Еще раз, презентация у вас будет. Вы всегда можете к нам обратиться, задать все те вопросы, которые вас интересуют, и мы с удовольствием на все ваши вопросы ответим. А сейчас вот в соответствии с тем планом, который мы наметили, я предоставлю слово Елене Анатольевне, нашему преподавателю, любимому, который ведет у нас несколько курсов. Затем нашей выпускнице Фатиме Ильдаровой, она расскажет, как ее злостные преподаватели злые и злобные мучили на программе, что из этого хорошего и плохого получилось. Ну, а затем мы ответим на все эти вопросы, которые у вас будут. Пожалуйста. Елена Анатольевна, микрофон. Да, есть такое. Спасибо большое, Василий Михайлович, за такое хорошее представление нашей программы. Ко многим словам уже озвученным хочу присоединиться и, может быть, немножечко тоже их усилить. Вот. Ну, первый аспект это действительно практика ориентированности программы. Вот. И здесь мы в том числе опять же следуем и рекомендациям CFA, которые меняют и свою программу тоже. В частности, в последнее время они делают акцент именно на том, чтобы те ребята, которые сдают вот эти международные экзамены, либо готовятся с ним, к ним обладали навыками, например, финансового моделирования. то есть работы как в Excel, так и более такие продвинутые моменты, связанные с решением неких финансовых задач на питоне, то есть это становится уже частью в том числе аттестации CFA-института, а CFA-институт не просто так придумывает эти правила, он их разрабатывает в ответ на требования работы дателей. Вот. Поэтому мы, в принципе, этот момент уже, как сказать, просекли давно, я имею в виду именно практикоориентированность, поэтому вот в рамках курса, например, который я читаю, это корпоративные финансы и, ну так, основу предпринимательской деятельности финансового анализа стартап-проектов, мы уже в течение многих лет существования нашей программы с ребятами тоже все время работаем с Excel-файлами, с моделями, которые начинаются с простых вещей, да, таких более, ну, немножко таких упрощенных моделей, которые позволяют получить основы оценки стоимости компаний, например, некие кейсы, связанные с слиянием и поглощениями, и постепенно, вот от семестра к семестру, задачи несколько усложняются, я в основном читаю на первом курсе магистратуры и потом передаю уже наши кадры студентов более таким серьезным нашим опытным коллегам в плане уже таких серьезных проектов и в том числе в рамках сделок слияния и поглощения венчурных, которые усиливают и на базе, которую мы закладываем в первый год обучения студентов, уже дают свои такие практические лайфхаки и как работать над более сложными задачами, в том числе финансовое моделирование. Далее у нас есть отдельный семинар, который тоже коллеги упомянули, это научно-исследовательский семинар, это в принципе требование основное, в том числе по магистратским программам, чтобы такая активность велась, и в рамках научно-исследовательского семинара у нас два таких параллельных задачи. То есть первое, это действительно мы готовим вас к такому серьезному разработке, к серьезной разработке темы по вашей специальности в области финансов, финансовый аналитик, в который вы можете углубиться. Сразу хочу сказать, что это не работа в стол, многие ребята действительно ее используют для того, чтобы прокачать свое понимание в той сфере, в которой они хотят развиваться. Например, кто-то идет в инвестиционный анализ управления портфелями, использование каких-то более сложных продуктов, это могут быть на рынке структурных инструментов, либо деривативов, либо такие появляющиеся альтернативные инструменты. В какой-то момент сейчас опять стало актуально, курс биткоина растет из-за облака, поэтому может быть тоже рассмотреть его в качестве инструмента, который можно включить в инвестиционный портфель. Есть ребята, которых интересуют именно корпоративные проекты, это крупные инвестиционные, как проводить оценку проектов, например, такое актуально и в принципе для наших таких крупных российских компаний, начиная от банковских, сейчас уже они себя не называют банками, такими финансовыми экосистемами, Тинькофф, Сбер, Яндекс и прочее, и заканчивая крупными компаниями Газпром и так далее. То есть все они, у них есть инвестиционные крупные проекты, которые требуют своей оценки и как бы анализа потенциальных финансовых результатов. Вот еще одна сфера, это опять же сделки слияния и поглощения, это оценка компаний для выхода на IPO за последний 2023 год. У нас было какое-то совершенно фантастическое количество российских компаний, которые вышли на IPO, причем в тех отраслях, которых раньше IPO замечены не были. Например, из последнего, в том числе компании Henderson, в сфере вот такой ритейл одежды, интересный бренд. Я не случайно упомянула все эти кейсы, то есть, например, есть возможность опять же сконцентрироваться на более глубоком изучении такой отрасли и фундаментальных особенностей развития компании, которая ребятам очень помогает в том числе и на интервью, когда они апплицируются на какие-то позиции в инвестиционные банковские департаменты либо в аналитические департаменты. И они показывают действительно очень интересные результаты и предметно разговаривают на интервью. Поэтому, наверное, еще один кейс хотела упомянуть, что студенты говорят, что даже после того, как они просто стали студентами этой программы, к ним уже повысился интерес работодателей даже на первом семестре обучения первого года. И в дальнейшем, когда они уже обретают более серьезные навыки, в том числе, им уже достаточно легко проходить собеседование, интервью, и они себя очень уверенно чувствуют. Второй момент, связанный тоже с научно-исследовательским семинаром, это дополнительная такая прокачка наших скиллов, как инвестиционных аналитиков в области оценки стоимости компаний. Например, если вы видели на слайде, там есть отдельные дисциплины, которые фокусируются на финансовом моделировании, которые фокусируются на оценке стоимости компаний и отдельных опять же курсах под задачи, такие как управление, ну или оценка сделок слияние поглощения и венчурное финансирование. Вот. И, например, в рамках опять же научно-исследовательского семинара, но мы немножко другой еще как бы трек выбираем, мы тоже часть часов мы направляем на большой проект, который называется фундаментальная оценка стоимости компаний, и ребята работают в группах, как вот серьезная команда аналитиков с целью оценить стоимость компаний, сделать некие рекомендации по определенной цене, по которой она может быть куплена, либо сделаны в нее инвестиции. В чем хорошая, хорошая, ну как бы суть этого проекта в том, что он не реализуется в короткие сроки, этот проект растянут на несколько месяцев, вот, и поэтому мы как бы шаг за шагом прорабатываем все этапы инвестиционной оценки, не торопясь в группах с защитой каждой части и, в общем-то, тоже у нас есть фидбэк, что вот такое неторопливое погружение в анализ и в полный проект по оценке стоимости компании ребята очень ценят, им позволило так вот серьезно применить свои навыки, которые они с разных дисциплин получают, ну, в плане прогнозирования, в плане фундаментальной оценки стоимости и финансового моделирования. Вот, еще, например, что хотела подчеркнуть, это, конечно, непосредственно практическую значимость полученных навыков. Вот, Василий Михайлович тоже упомянул наших коллег, вот, я видела вопрос про курс сделок по сиянию и поглощению, его у нас читает выдающийся практик, это Сергей Захаров, вот, он в очень серьезных сделках участвовал, в общем-то, многомиллионных, у него, опять же, опыт не только работы в команде как оценщика, но, в общем-то, ведение самого проекта, сделки, слияния и поглощения, что очень ответственно предполагает работу со многими стейкхолдерами, и, в общем-то, это очень высокий уровень. Вот, непосредственно практики, и у нас тоже есть коллега, который ребята очень любит, можно я тоже похвастаюсь своими другими коллегами, вот, он читает курс по венчурному финансированию, тоже очень замечательный практик, CFA, вот, и еще хотела отметить, что у нас такой уже очень сплоченный давний коллектив, что означает, что, в общем, остались все самые нужные, сильные, и которые ориентированы на результаты, хотят студентам тоже помогать, строить карьеру, получать определенные навыки. Вот, в этом плане очень хорошо работать с преподавателями, все открыты, есть возможность пообщаться и как профессионал с профессионалом уже на темы работы, решения каких-то задач либо совместных проектов, так и на тему учебного процесса. Вот, и, наверное, последнее еще, что скажу, это действительно, вот, на текущий момент основная проблема у нас таких молодых, начинающих ребят и талантов, конечно же, чтобы учебный процесс, он шел параллельно с развитием ваших карьер, с развитием вашей карьеры, таким карьерным треком. Вот, и здесь хотела бы подчеркнуть достоинства обеих программ, то есть, если мы говорим про очную форму, это финансовый аналитик, конечно, тут есть возможности большего контакта с преподавателем, и у преподавателя есть хорошие возможности дать материал, интересный, актуальный, побольше поработать, может быть, какие-то более сложные кейсы презентовать. Вот, а здесь, несмотря на то, что программа очная, хочу подчеркнуть, что действительно идет параллельно Zoom-сессия, то есть, по каким-то причинам ребята могут там не вовремя успевать с работы, либо, ну, просто нет возможности приехать, но есть возможность посмотреть, что происходит сейчас в моменте из офиса. Вот, такая возможность есть, и даже записи делаются. Вот, на онлайн-программе здесь еще намного все более гибко, да, это можно учиться в своем графике, но, может быть, возникнуть некий такой вопрос, хорошо, а насколько качество онлайн-программы, оно не теряется из-за того, что вся программа в онлайн-записи, может быть, там что-то мы упускаем. Вот, здесь тоже могу сказать, что этот вопрос, он решается за счет дополнительных практических сессий, например, по моему предмету, у нас каждую неделю с ребятами и запланирован полноценный семинар на час двадцать, где мы в продолжение их теоретического материала и неких практических вещей, которые они должны изучить самостоятельно, мы еще тоже в онлайн-формате делаем моделирование, строим какие-то определенные модельки, вот, решаем более сложные задачи, и есть возможность пообщаться, задать вопросы и получить определенный фидбэк. Плюс курсы программы онлайн, они модерируются, то есть у нас есть специальные помощники наши, дополнительных преподавателям, которые ведут некий мониторинг ваших вопросов возникающих, оперативно нам помогают и разрешать вопросы организационные и вопросы, связанные с каким-то контентом, то есть вы абсолютно не брошены в онлайн-пространстве, вот, у нас идет постоянное взаимодействие и действительно за программой есть живые люди, которые вас ведут, сопровождают и которые достаточно требовательны, вот, поэтому мы очень рады, что наша программа развивается, есть большой спрос, ну, это как бы проблемка, потому что, Василий Михайлович, когда я в отпуск пойду, неизвестно, в течение года не уедешь, не могу даже на сноуборде покататься, вот, но, конечно, мы всегда очень рады, то, что программу ценят, что есть спрос, и, в принципе, мы как такое большое комьюнити сами себе растим кадры, и наши кадры приходят же иногда к нам учиться, да, Василий Михайлович, может быть, вернее, не учиться, а преподавать, может быть, вы скажете несколько кейсов наших, ну, когда-то студентов, которые выросли вообще в удающихся наших преподавателей курса? У нас много таких кейсов, начиная, вот, допустим, от относительно недавнего моего магистра Виктора Шпунтова, который, там, чудный человек, который ведет венчерку, да? Да, да, я про него и говорю тоже. Мой магистр, к его формированию я приложил свои руки, отправив его на первую такую практику реальную в банк «Кредиагриколь», где он, собственно говоря, начал развиваться как специалист по венчерному финансированию. Это Витя Шпрингель, который, первый, наверное, мой магистр, который закончил, дай бог памяти, наверное, в 98-м году магистратуру. После этого он много работал и в российских, и в зарубежных банках и консалтинговых компаниях и всегда, в общем-то, выходил на большие должностные позиции, при этом, в общем-то, периодически в зависимости от своей занятости так или иначе появляется на наших программах. Таких лиц. Достаточно. Ну, наверное, с моей стороны пока все. Если будут вопросы, мы уже будем более предметно отвечать на то, что действительно актуально для будущих слушателей, вот, тогда я со своей стороны говорю спасибо за внимание, готова потом подключиться к общению. Спасибо большое. А сейчас разрешите слово предоставить нашей напускнице Фатиме Ильдаровой. Два слова о себе, чем вы занимаетесь, и вот, собственно говоря, что было на программе. Добрый вечер, Василий Михайлович, дорогие слушатели, потенциальные абитуриенты программы финансового аналитика. Меня зовут Фатима Ильдарова, и я работаю главным экономистом в департаменте банковского регулирования аналитики в Банке России. Работаю уже более восьми лет, почти девять лет, и на начальном этапе, когда только закончила бакалавриат, совмещала работу, и первые два года работы в Банке России в качестве ведущего экономиста вместе с магистрской программой. Сейчас я занимаюсь регулированием деятельности кредитных организаций, и, в принципе, хотела бы поделиться с вами опытом того, как выбрала программу, помогла ли она мне, вообще понадобилась ли с точки зрения регулятора, и насколько она сейчас с точки зрения Банка России востребована. Сразу хочу сказать спойлер, что ни разу за эти годы не пожалела о выборе программы. Я закончила сначала бакалавр вышки по направлению экономика, и хотела углубиться именно в тему риск-менеджмента и финансового анализа. Ну, и хотелось параллельно совместить это с рабочим опытом, уже набираться какой-то экспертизы, и, посмотрев несколько вечерних программ, которые можно было совмещать с работой, выбрала финансовую аналитику программу. В отличие от того, как программа построена сейчас, тогда у нас это все предполагало вечернее, то есть обучение вечером в 6.30, с 6.30 до 9.30, и не было, к сожалению, возможности онлайн часто подключаться. поэтому сейчас мне кажется, что эта программа стала еще удобней, но вот пройдя эти два года, хочу сказать, что лучше ходить, конечно, если у вас есть возможность очно, и посещать лекции, в первую очередь, из-за нетворкинга, так как с выпускниками моей программы мы общаемся до сих пор, как с коллегами по работе, многие уже уехали кто за границу, кто куда, и работаем в разных сферах, так как работаем в узком финансовом мире, то периодически пересекаемся. По сложности обучения программы она достаточно концентрированная, там в программе заложено три академических предмета, эконометрика, макроэкономика и, кажется, микроэкономика, насколько я помню, а все остальное это уже теория финансов. И теория финансов, да. Вот. Ну вот, эконометрика это все-таки и прикладная наука тоже, особенно сейчас, так как знание эконометрического анализа нужно любому финансовому аналитику хотя бы на начальном уровне, чтобы делать какие-то исследования и выводы из них. Вот. Что касается моего работодателя Банка России, то у нас потребность в финансовых аналитиках только растет. За последние два года есть некоторый кадровый горлот и нужны именно люди с прикладными знаниями. И вот несмотря на то, что сейчас CFA достаточно сложно получить и невозможно на территории России, хочу сказать, что мои коллеги все ищут возможности и все равно получают CFA корочку, другие корочки, какие-то знания, подтверждающие их сертификаты про то, что они умеют в финансовый риск менеджмент и так далее. Что касается Банка России, то у нас работодатель всегда выбирает во-первых, в качестве приоритета выпускников вышки и финашки, ну и человек, который пришел с сертификатом CFA или хотя бы с программой, которая построена по программе CFA, он на голову выше всегда. И таких людей в моем департаменте достаточно много, в них всегда есть спрос, поэтому если у вас есть заинтересованность идти работать в регулятор, то вы можете это делать прямо с первого курса магистрской программы, тем более, если у вас есть какой-то первоначальный диплом, который предполагал экономическую сторону и был там по направлениям экономика, финансовый анализ, то рекомендую совмещать эти две и учебу, и работу. Поэтому, конечно, нужно стараться воспользоваться всем, что дает программа, в том числе учебниками Швейзера и затем поехать куда-нибудь в легкий отпуск и получить хотя бы первую ступеньку CFS. Еще хочу сказать такой неочевидный плюс программы, это программа выпускников мышки, это Алумни, это телеграм-каналы, сообщества очень плотно взаимодействуют, есть много каналов, которые просто помогают по вопросам контактов, например, идет какой-то консалтинговый ресерч по теме фирм, вот я сегодня смотрела, допустим, этот канал в телеге, про ювелирные фирмы, и тут же какой-то другой выпускник программы скидывает контакт и где можно взять базу данных для консалтинга. Также у нас периодически публикуются всякие вакансии, мы сами много раз наш департамент выкидывал свои вакансии и в банковский институт, просили учебную часть, пожалуйста, запросите среди студентов, там, может быть, по каким-то каналам, вот есть такая-то потребность таких-то специалистов, ну и на общий канал вышки, вот, поэтому советую не пренебрегать, очень полезный источник информации и взаимодействия и нетворкинга, это вот такая вещь, которая уже 8 лет действует и очень хорошо работает. Что касается еще предметов, вот, хотела поделиться своим опытом, у нас, я когда шла на магистрскую программу, параллельно работала над реализацией базальских стандартов по регулированию кредитных организаций, и мне тогда достаточно сильно помогло, что программа велась на английском языке, финансово английский потянулся достаточно быстро до уровня intermediate и до advanced в принципе недавно подтверждала уровень английского, мне кажется, что это какой-то эффект магистратуры, когда ты плотно учишь финансовые термины, он имеет место быть. стандарт также у нас был курс по базальским стандартам, ну, мне тогда, так как был еще начинающий специалист, это очень сильно помогло забрать себе один из пиларов базалья и реализовать его по проекту нормативного акта, так что такой положительный позитивный опыт был совмещение и работы учебы, такой комбайн. Конечно, обучение требует вовлеченности, не могу сказать, что получится делать, присутствовать на лекциях одной левой пяткой, придется участвовать и в кейс-стадис и проходить анонисах выступления, но это все купится строиться, потому что выступление анонисов это практика публичных выступлений, практика презентации своих проектов, магистрская программа также может быть связана с работой, все это такие вот закладываемые фундаменты, которые потом будут помогать вам еще долгие годы. Вот, пожалуй, то, что хотелось бы рассказать, со мной рассказала, были также международные у нас поездки и стажировки, не совсем в курсе, как сейчас это происходит, но вот у нас были международные программы, двухнедельные, прекрасные, совершенно, в Вену с учениками самых разных стран, и это вот такой неоценимый опыт, на самом деле, который до сих пор греет воспоминаниями. Хорошо, мне тоже греет, честно говоря. Да. Продолжаем общаться с преподавателями, с этими школами, но, к сожалению, здесь контакты сейчас, они невозможны. Ну вот, Андре Вундерберг, который вот был в Венском институте, мне кажется, до сих пор грезит о России, периодически что-то там маякует. Нет, они молодцы, они хорошие ребята. Да. Спасибо большое. Ну, а сейчас, уважаемые абитуриенты, пожалуйста, ваш час, задавайте нам вопросы, мы на ваши вопросы постараемся ответить. Можно голосом, можно в чат писать, как удобнее. Да, добрый день, спасибо большое за презентацию, было очень интересно. У меня, в общем-то, один вопрос, он касается программы финансовая аналитика. Вопрос связан с трудностью вообще обучения. Здесь два фактора меня как бы волнуют. Первое, это то, что идет обучение на английском, да, второе, то, что, ну, обучение касается таких, ну, непростых тем, да, там связано с математикой, с финансами, просто когда смотрел альтернативные программы, то, что сейчас есть, скажем так, на рынке, как правило, университеты требуют какие-то экзамены, то есть там, например, в РЭШ, если брать схожую, да, программу, там требуется экзамен по математике, я его смотрел, это довольно-таки сложный экзамен по математике, да, там в МГУ по макроэкономике, по-моему, сдают ребята, вот, а здесь, в общем-то, такие вступительные не требуются, но при этом вот вопрос. Никит, у вас хороший вопрос, я частично уже на него отвечал, я еще раз попытаюсь ответить, смотрите, у нас есть предзаписанные открытые курсы по количественным методам, по экзаменаметрике и по финмоделированию, как правило, то есть там записаны наши же лектора, которые сейчас и ведут, за исключением финмоделирования, вы посмотрите уровень, посмотрите язык, все ли понятно. Сейчас, в принципе, у нас с вами еще март месяц, занятия начинаются с 1 октября, и если у вас есть проблемы с терминологией, то выучить ее более чем за полгода никакой проблемы нет. То есть, вот, посмотрите, понятно или нет. Если непонятно, тогда смотрите литературу, которая идет после каждого из этих курсов, и самостоятельно изучаете. Вот, почему на английском, я уже сказал, понимаете, потому что язык финансов он на английском. Если вы хотите на русском, есть программа на русском, идите-то оттуда. То есть, здесь, к сожалению, ничем помочь не можем, потому что мы, когда выбирали язык программы, мы остановились на английском языке. Здесь есть свои плюсы, естественные минусы. И вот сейчас вы видите в чате, вот, Маргарита опубликовал ссылки на вот эти открытые курсы. Василий Михайлович, если не возражаете, я еще тоже немножко дополню к этому вопросу. Вот, может быть, для тех, кто сомневается, надо сначала выучить английский, потом идти на программу, либо вообще не ходить на программу, потому что она на английском. Вот, даже если я английский, ну, вроде как знаю. как Фатима сказала, то есть, ну, понятно, что сейчас современные молодые люди все-таки стараются какие-то хотя бы навыки английского приобрести. Вот, Василий Михайлович правильно сказал, что все-таки нужно посмотреть, какой у вас уровень понимания, сможете ли вы осваивать контент. Это очень важно, но я хочу напомнить и про конкуренцию. То есть, вот так как я давно и много работаю в высших университетах, высших учебных образованиях, сейчас идут отовсюду очень сильные ребята с прекрасным английским, с хорошим образованием и с достаточно сильным, сильной фаундейшн. Вот, это я к чему? К тому, что, наверное, вот этот момент, когда нужно себе немножко ставить некий челлендж, что если вы чувствуете, что чуть-чуть не дотягиваете, но вы можете с этим поработать, вот, я вам очень советую как бы себя перенести уже на другой уровень, потому что конкуренция, но очень большая в Москве тоже, много хороших программ и на английском, когда ребята прямо из бакалавриатов идут с английским языком, профессиональным, финансовым, вот, то есть хочется все-таки пожелать вам тоже хороших карьерных успехов, поэтому нужно как бы себя растить, нужно себя растить до уровня профессионала, который может работать в международной среде, при том, что конкуренция сейчас тоже очень большая, вот, поэтому мы вас с удовольствием поддержим, поможем с материалами, поможем с какими-то непонятными вещами, если они будут возникать, но тут надо работать, потому что у нас среда тоже очень конкурентная в области финансов. Спасибо. Есть ли пару слов, есть ли примеры студентов возраста 40+, как они справляются, какие у них перспективы, ну смотрите, есть примеры, у нас в прошлом году закончил программу руководитель Проктера Гэмбел по СНГ, очень интересный молодой человек возрастом за 40, вот, но он уже был в руководящей позиции, ему нужно было просто разобраться с тем, что ему приносят и кладут на стол. У него, естественно, были проблемы связанные с математикой, что он давно ее не изучал, но все освоил и вышло у нас, если я правильно помню, чуть ли не на красный диплом. То есть, было бы желание, освоить можно все что угодно. Василий Михайлович, я могу тоже вспомнить, мне кажется, сейчас на первом курсе у нас на финансовой аналитике тоже есть несколько возрастных, ну, как бы в среднем возрасте, да, в полном расцвете сил, да, один, по-моему, наш китайский коллега и тоже российский наш товарищ, вот, ну, ребята, конечно, очень, очень продвинутые, в общем-то, китайский наш коллега, если я ничего не путаю, да, и просто немножко бэкграунд кого не знать, да, вот, он сейчас дает CFA, по-моему, то ли второй, то ли третий уровень, вот, готовится активно, параллельно с нашей программой, и второй наш студент тоже среди, как бы, основных моих таких столпов на занятиях, то есть, всегда помогает и первые что-то порешать, вот, с чем-то помочь, там, подправить, следить, правильно ли мы, есть ли какие-то ошибки в формулах, то есть, да, ребята разного возраста, и, в принципе, пока я бы сказала, что даже успехи в них иногда получше, чем у некоторых ребят, ну, тут, наверное, в приоритетах уже дело, потому что уже немножко люди знают, зачем они идут и что они хотят взять, конечно, отношения просто немножко другое, да, в связи с тем, что другой этап в жизни. Это правильно. Теперь, если у нас с вами угроза профессии со стороны искусственного интеллекта, ну, в принципе, я уже на этот вопрос отвечал, да, угрозы, понимаете, они всегда есть для любой профессии, наверное, кроме дворника. И то дворник, он тоже там заменяется некой машиной, скорее всего, он будет заменен роботом, да, вот, но когда мы с вами берем финанализ, когда мы рассматриваем рекомендации, которые должен дать финанализ, то, как правило, на его рекомендации влияет выбор среди большого количества параметров. И как их подобрать, и какой из них в каждом конкретном случае является оптимальным, говорящим о том, что вот эта компания должна стоить столько-то и так далее, здесь очень большую роль играет именно человеческий фактор. Я уже говорил о том, что вот пока, по крайней мере, искусственный интеллект, он считать не умеет. Возможно, его научат, да, но вот пока со счетом просто обстоит очень плохо. Василий Михайлович, я еще, наверное, хочу тоже добавить кратенько, то есть финансовый аналитик это очень широкая сфера, то есть для человека, который формирует себе навыки и путь финансового аналитика, он идет совершенно в разные направления, то есть это начиная, опять же, от венчурного финансирования, стартап-проектов, корпоративных финансов, с уклоном в аудит, это банковское дело, это аналитика в области макроэкономики, центральный банк, регуляторы, это, что сейчас особенно важно, например, развитие корпоративного бизнеса в плане новых технологий цифровизации бизнеса, то есть это некая связка с дата-аналитиками в операционном процессе, которые работают с данными и пытаются как бы посмотреть на производственные показатели или операционные метрики, а задача финансового аналитика, как бы обосновать и понять, как эти операционные метрики повлияют на финансовые результаты проекта и компании. Вот, поэтому здесь как раз прелесть профессии финансовой аналитики, что вы можете свободно ротироваться из одной области в другую, себя развивать и сама по себе как бы потенциальный такой range job opportunities, то есть возможности выбора среды, где вы будете работать, это очень широкая сфера. Вот, поэтому здесь до определенной степени вы как бы защищены, я бы сказала. Спасибо большое. Значит, вопрос, охватили ли 40 мест для всех желающих с хорошим портфолио? Смотрите, у нас программа платная, что это означает и почему она, собственно говоря, платная? Она платная по одной простой причине, потому что мы привлекаем сюда специалистов из бизнеса и у них всегда возникает апатюнити кост. То ли ему брать на себя на работе какой-то еще один проект, то ли ему идти преподавать студентов? Понятно, что преподавать студентов, наверное, интереснее, чем заниматься проектом, хотя тоже не факт, проекты бывают разные, но при всем при этом у него возникает апатюнити кост, то есть он должен сравнить, что он получает по деньгам на работе, что он получает за преподавание здесь. Вот, поэтому программа оказывается сплатной, а поскольку она платная, то у нас нет бюджетных мест. И 40 мест это вот некий норматив, который прописан, да, на самом деле мы, как правило, набираем больше. И дальше у нас потоки делятся на подгруппы по 30 человек, то есть если какие-то лекционные занятия, они могут быть все вместе, если мы говорим, допустим, о программе финансовая аналитика, то семинарские занятия, они группу будут дробиться. не более 30 человек. То есть у вас всегда будет возможность задать свой вопрос преподавателю. Поэтому с точки зрения вот верха мы не ограничены. Когда мы берем программу финансов, то там тем более, там онлайновый формат, и там в принципе может быть достаточно большое количество учащихся. позже. Пожалуйста, еще вопросы. Пойдем почему-то вопросы не задаете. Да, здравствуйте. У меня вопрос такой. Насколько, на ваш взгляд, возможно совмещать две магистратуры? Потому что я выпускник четвертого курса МГИМО, хочу податься тоже на магистратуру МГИМО, но также ваша, например, магистратура с финансами, она для меня интересна. Насколько вот две магистратуры и работа или просто две магистратуры, ну, насколько это имеет место быть? Спасибо. Я даже не знаю, что на это ответить. Я, наверное, могу ответить, но в принципе у нас на первом курсе сейчас есть такой товарищ, который учится и в магистратуре и МГУ, в нашей магистратуре и работает в Сбербанке в сфере IT. Но это такой товарищ, который в принципе у него такой уже трек, то есть у него хороший по жизни бэкграунд и он по-моему даже как рассказывал, что и две школы параллельно закончил. То есть человек уже живет в таком ритме как бы всю жизнь. Но это тяжело. Да, он учится хорошо, у него хорошие оценки, но тут, наверное, уже именно такой персоналити, то есть это немножко такой outstanding example. Я бы сказал. Понял, спасибо. Здравствуйте, можно задать вопрос? Да, Да, спасибо большое за интересную сессию, за все, что я сейчас услышал. Меня зовут Степан, я кандидат юридических наук, учился также в Манхайме по специальности международная бизнес. Степан, вы у нас куда-то сидели. А, да, простите, сейчас работаю в одной интересной компании по импорту нефти и оборудования для нефтедобычи, в частности, там, из Китая. И вижу, что есть зона роста в части финансов, в части проведения платежей. Английский язык у меня на хорошем уровне, я закончил Манхаймский университет по International Comparative Business Law. Значит, как вот вы, коллеги, видите наложение специальности по финансам на мою юридическую специализацию, в том числе на европейское право, международное торговое право, которое я изучал в плане карьерного роста, ну и вообще вот синтеза, симбиоза какого-то. Степан, смотрите, вот я лично заканчивал факультет экономики и права. то есть у меня были и правовые и экономические дисциплины, и на мне это, я считаю, сказалось только положительно. Второе, у нас всегда поступает достаточно большое количество юристов, и, как правило, реальной жизни юристы, они знают все кроме экономики, а экономисты знают все кроме закона. Вот, это трудно совмещается. Когда оказывается юрист, который может проанализировать, собственно говоря, любую экономическую задачу, то цены еще видны, ему на рынке не будет. Проблема у вас будет какая? С математикой. То есть посмотрите количественные методы и сейчас вот поднимите учебники математики. Может быть, сначала даже на русском языке, потом уже на английском. То есть, чтобы у вас было понимание, о чем идет речь. Речь идет о мат-статистике, теории вероятности. Хорошо. А дальше, дальше уже, тогда уже перейти на английский язык, то есть, чтобы все то же самое на вас отложилось уже в английской терминологии, все будет нормально, потому что у нас много было кейсов, когда люди с юридическим образованием, даже не только с юридическим, с Марисой Торнзе приходили и вот выходили от нас с красным дипломом. Но понятно, что работать потребуется чуть больше, чем всем остальным, у кого базовое экономическое или техническое образование. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Теперь вопрос, как выбирается дипломная работа, руководитель, будет ли отдельный предмет по написанию дипломной работы. Вот смотрите, вот в замке сидит Елена Анатольевна, которая идет на первом курсе, он называется научный семинар, и на втором курсе у нас этот предмет ведут два других научных руководителя. они помимо того, как писать дипломы, они рассказывают, как писать статьи, как читать литературу, как составлять собственную грамотную библиографию, какие есть наиболее актуальные проблемы в отрасли, чем что следует исследовать, после чего мы вам даем список тем с преподавателями, которые за это дело берутся, и вы отталкиваетесь либо от имени преподавателя, с которым у вас сложился контакт, либо от тем, которая вам наиболее интересна. Пишите сначала курсовую работу, а потом, как правило, в качестве развития этой работы пишите дипломы. Ну да, все так, я подтверждаю. Да, может быть, на первом курсе у нас, соответственно, больше внимания уделяется методологии исследования именно как структура работы, то есть это что должно быть в интродакшн, как ставить цели исследования, что такое задача исследования, как правильно подходить к написанию литератча ревью, методологической части, какие, в принципе, бывают подходы к организации исследования, потому что часть тем, например, у нас даже в финансовом анализе, в принципе, предполагается количественное исследование, да, контитейтинг, но с другой стороны есть тема, которую невозможно раскрыть только количественными методами, потому что там нет данных, либо есть определенные аспекты, которые не покрываются статистикой. Вот, ну, в качестве таких тем можно упомянуть, например, оценка синергии сделок сияния и поглощения, или выбор для венчурного инвестора, венчурного инвестора, выбора стартапов в свой проект, то есть какие критерии, какая будет потенциальная отдача вот этого портфеля, вероятность дефолта, какой процент может быть, то есть вот такие вещи, они, в принципе, делаются за счет комбинирования количественных методов исследования и коллектив таких качественных, как и кейс-стадии и где-то даже там дополнение через опросы, интервью, вот, в общем-то, мы вот такие моменты тоже рассматриваем и даем полное представление о, как строится высококлассная научно-исследовательская дипломная работа, переходящая в магиторскую диссертацию, и, в принципе, в дальнейшем это может сопровождаться несколькими вашими публикациями, ну, здесь уже нужно будет там по ситуации смотреть, как получается и где публиковать, но, в принципе, пару статей для своего портфолио, опять же, для CV, для работодателей, это тоже может быть очень хороший знак вашего профессионализма и то, что вы очень комплексно себя развиваете. Значит, спасибо, Лен, а будет ли запись в дипломе, что программа насвойная на английском языке? Маргарита Ульяна, что у нас там в дипломе пишется? У меня есть подтверждение, что пишется. Добрый день, уважаемые коллеги, слушатели. Да, пишется запись. В дипломе указывается, что язык реализации программы английский. Очень хорошо. Какой ключевой критерий при подготовке портфолио для успешного, соответственно, не успешного прохождения? Понимать, что точно не нужно делать. Значит, смотрите, вы поступаете в магистратуру. в принципе, магистратура для чего придумана? В общем, придумана двухзвенная образование бакалавра, магистры, чем это нам ценно? Тем, что, когда вы идете в бакалаврят, вы вообще плохо понимаете, в какой специальности кто чем занимается. Поэтому, по-хорошему, магистратура всегда это вот ваш уже осознанный выбор, когда вы знаете, чему и как вам нужно учиться, что вам нравится и где, как вы считаете, вы достигнете совершенства. Поэтому при собеседовании от вас не требуется каких-то знаний особенных. Знания мы вам дадим. Первое, что меня интересует, это ваш английский. Я хочу понять, о владеете ли вы разговорном английском и второй вопрос, о владеете ли вы финансовом английском. Разговорный, ну, понятно, откуда берется. А финансовый английский, если вы хотите разобраться, возьмите любой там учебник по сейфу или просто по финансам, где есть терминология. и чтобы вы терминологию знали и понимали, о чем идет речь. Но опять-таки это не является необходимым. Мне более важно, более важно, чтобы у вас был общий английский язык, чтобы вы понимали речь и вы могли писать. Потому что и дипломы будете писать, там где-то был вопрос, вы будете писать точно на английском языке. То есть программа целиком идет на английском. и мне важно, чтобы вы через месяц или через два после начала программы не пришли и не сказали «Ой, язык очень тяжелый, математика на языке я не понимаю, я, пожалуй, как-нибудь отчислюсь». Чтобы этого не было, пожалуйста, посмотрите наши предзаписанные лекции, еще раз, которые бесплатные, оцените сами свой уровень. А дальше уже, если вам не совсем будет понятно, я вам помогу это сделать на собеседовании. Насколько будет много совместной проектной работы в процессе обучения, я не знаю, но, во-первых, про какую программу мы спрашиваем. Значит, у нас мы две программы даем, да, там разные объемы проектной работы. Потом вы что же имеете в виду, что каждый преподаватель, он вот от года меняет тот курс, который он читает. И появляются, исчезают какие-то формы, в том числе форму проектной работы. Учная программа, в принципе, Лен, если я, наверное, буду не слишком неправ, проектной работы. У нас, например, на первом курсе из того, что я непосредственно могу сказать, потому что по другим преподавателям я не присутствовала на занятии, поэтому не знаю, что там происходит в полной мере. Но, например, у нас большой проект, как я уже сказала, на первом курсе, это оценка стоимости компании, где ребята там по группам 4-5 человека берут компанию, может быть, там российская компания или зарубежная, например, Blue Apron или компания Magnit, либо X5 Retail Group, WUSH, и они в течение нескольких модулей они эту компанию ведут под как бы моим наблюдением в том плане инструкции, то есть как должна выглядеть каждая часть анализа и распределяют роль и делают периодические презентации по результатам определенной части анализа. Вот это такой большой проект. В рамках своего курса по корпоративным финансам, например, именно больших проектов, ну, таких каких-то сложных, я, например, не делаю. То есть у нас больше, ну, есть практические задания и иногда это групповая работа. Вот, ну, например, групповая работа может выглядеть так, что мы начинаем какой-то кейс сделать на семинаре, например, имплементация факторов SG в инвестиционный анализ. И у нас есть данные по нескольким компаниям, там, допустим, по Аэрофлоту, по Люфганди и по еще каком-нибудь компании. И мы начинаем смотреть и анализировать эти данные на семинаре. Вот, есть какие-то предварительные заключения, а потом ребята в группе как бы финализируют свое вот это assignment, такое задание и уже сдают как проект там, допустим, на 3-4 человека. Вот, то есть он не огромный, он больше такой вот как бы в моменте по теме и, ну, да, есть индивидуальные home assignment, есть все такие групповые работы, которые мы даем возможность ребятам тоже высказать свое мнение, поработать в группе, обменяться мнениями и потом оформить это прилично, ну, как такой executive summary. Так, еще вопросы, пожалуйста. Уважаемые патриенты, мы с вами работаем уже. две полноценные, точнее, полноценную пару, да, если нет вопросов, тогда я пожелаю вам удачи, большое спасибо. Вопрос последний, сколько дней в неделю вот примерно занятия проходят, я так понимаю, научной форме, то есть примерно сколько вечеров или там дней в неделю будут заняты ребята? Ульяна, давайте вот, наверное, лучше ответить, как у нас строится расписание первое, второе годы. Ну, расписание у нас строится на втором курсе чуть по свободнее расписание, второй семестр там отводится на практику и подготовку выпускной квалификационной работы, а первый год, это, конечно, расписание плотнейшее, с дней в неделю, но не на протяжении всего года, но по субботам занятия бывают и четыре, четыре дня в неделю занятия тоже есть. Okay, Triple A, I've got your question. Can they ban education? Who are they? They, you know, different. What is clear at this stage? This program was set up as official partners of CFA Institute. And they were the first CFA partners program in Eastern Europe, not even in Russia. But when those events took place, CFA Institute officially said that the Institute postponed any kind of relations with any university affiliated programs in Russia. Besides, the CFA Institute is not accepting exams anywhere in Russia. So, from the CFA Institute, we can't be banned. They just postponed the cooperation. But still, you know, we are in very good relations with the CFA Institute, but you know, taking into account what's going around, they can't cooperate with us directly. But you are getting a master degree, you are getting a master degree in Russian, and taking into account my personal experience, you know, I got my master degree in Soviet Union when there was a Cold War, I became PhD in Soviet Union, and when I was a Fulbright professor in the United States, I had just to confirm that my education is equivalent to the same type of education in the United States. That's the way it is working. It's not so easy as it used before, but it is working. more than questions. Еще вопросы? Наверное, еще маленький комментарий по поводу сколько дней в неделю ребята учатся. Еще раз хочу напомнить, что мы обсуждали, что сессии записываются в том числе и обязательно включаются на каждое занятие. То есть это не по инициативе преподавателя, Это наши уважаемые коллеги из учебного офиса нам помогают, и абсолютно каждое занятие, оно идет параллельно, также Zoom-сессии. Поэтому тут, конечно, больше гибкость, возможно, в планировании загруженности, я имею в виду, непосредственно очного присутствия. Как Фатима сказала, очень приветствуется, потому что группа совершенно замечательная, и создается такая интересная, дружная работа над определенными темами. Поэтому, конечно, мы вас приглашаем на очные занятия. Это всегда очень важно и полезно. Но Zoom-сессии, они прямо обязательные для нас. То есть мы их каждый раз ведем не по желанию, а как часть образовательного процесса. Да, я тоже присоединяюсь, что у вас всегда есть возможность посмотреть запись занятий в Zoom или само занятие онлайн, но старайтесь это делать в качестве исключения, когда мы с вами говорим о программе «Финансовая аналитика». Потому что у вас есть кардинальные преимущества – это социализация. Если вы его лишаетесь, то проще идти на программу «Финансы», где вы получаете возможность предзаписанных лекций и возможность выбирать время занятия именно тогда, когда вам удобно. Можно ли с помощью образования с вышкой получить статус квал? Посмотрите, я не помню, что там требуется. Хотя я сам в этой комиссии состою, там столько бумаги наражали, невозможно установить. Если магистратура по «Финансам» подходит, значит, вы его получите. Я думаю, что подходит, скорее всего, но я не знаю, сейчас. Все, наверное, да? Вот, Маргарита пишет, подписывайтесь на наш телеграм-канал, да, мы всегда там публикуем анонсы мероприятий. И еще раз, у нас ближайший митап будет 21 марта по рынку акций и облигаций. Приходите, будет интересно. Большое спасибо, что вы посвятили сегодняшний вечер нам, и мы ждем вас на программе. Спасибо. Да, ребят, всех приглашаем. Большое спасибо, Лена, большое спасибо. 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 До свидания. Удачи всем. Спасибо. 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 Спасибо.